Я назвал свою тему «Открой наши глаза». Такая тема у меня. И хочу немного зачитать. Я нашел много мест, где Бог открывал людям глаза. И думаю, начать с самого начала, просто зачитать несколько мест. В самом начале произошло, если вспомним мы, когда Ева, она вкусила плод, что с ней стало? Написано о бытие, 3 глава, такие слова, в 6-м стишке. «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знания, взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и ел он. И открылись глаза у них обоих, и узнали, что они наги, и шили смоковые листья, и сделали себе опоясание». Мы видим, что тут произошло, хотя Ева и Адам все прекрасно видели. Она видела, что дерево хорошо увидело глазами для пищи. И говорят, вот человек, он получает 80% от того, что от глаз своей информации, и Адам, и Ева, они все прекрасно видели, они видели, как прекрасно вся местность была, как все было хорошо. Но когда они съели плод, написано, что открылись глаза у них, у обоих. Значит, произошло что-то еще сверх того, чтобы просто видеть. Она стала больше понимать, она поняла, что она нага, и она сразу себе сделала, сделали они себе, и закрыли себя. То есть у них стало больше информации, они стали больше видеть, больше понимать. И просто здесь написано, что открылись у них глаза, хотя у них были глаза раньше и открыты. И я просто хочу сказать, что эта тема, открытие глаза, она идет по всей Библии. И я сегодня еще хочу зачитать только несколько мест, где также люди, которые видели, которые все понимали, но у них опять по-новой открывались глаза. И место есть такое, знаем про пророка, его звали Валаам, что он и шел, я буду сокращать, он и шел, как бы его царь попросил прийти, хотя Бог не очень хотел, чтобы он пошел, но он все равно пошел, и вот Бог посылает ангела, чтобы остановить этого пророка. И когда пророк идет, то ослица, она видит ангела. Ангел становился в таких местах, где был узкий проход. Ослица видела ангела, и она останавливалась, она как-то в боком проходила, и пророк очень злился на ослицу. И вот в один момент, да я хочу просто зачитать, как он интересно себя ведет, это число, 22 глава, 29 стишок. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мной, если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил тебя. До этого я хотел сказать, что ослица начала говорить с ним нормальным языком. Ну, если бы со мной ослица заговорила, я бы, наверное, испугался и как-то... А он, даже если она заговорила с ним, он был настолько злой, он говорит, если бы был меч, я бы тебя убил. Хоть ты и говорящая ослица, он так разозлился на нее, что он готов был и говорящую ослицу убить. Хотя она всю жизнь ему служила, она всю жизнь его возила. И ослица отвечает Валааму, «Не я ли твоя ослица, которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал, «Нет». И тут открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господня, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо свое». Смотрите, что ослице первой были глаза открыты, хоть она ослица, но она видела больше, чем пророк. И он настолько злой был на нее, что она его возила всю жизнь. Никогда ему ничего, всегда слушалось. И тут единственный раз. И даже когда она заговорила, он все равно был злой на нее. Но когда у него открылись глаза, когда открылись глаза, он упал на свое лицо, и он преклонился предангелам. Он, я думаю, сильно испугался. Вот тут получается такое, что пророк Божий слышит голос Божий, до того Бог с ним разговаривал, после того Бог с ним разговаривал. Но его глаза не совсем все видели вокруг. Хотя они у него были, но даже ослица лучше видела, чем он. Ну вот Бог ему открыл глаза. Просто такой момент. Давайте еще раз какое-то место прочитаем в Старом Завете, где Бог открывал глаза. Мне нравится слово там, где тоже пророк Елисей, да, у него был слуга, и сирийская, ну они воевали, Израиль воевал с Сирией. И у Сирии были большие войска, и они часто приходили, и по-всячески Бог давал победу. И вот в одном моменте мне понравилось, что вот слуга, когда увидел войско сирийское, сильно испугался, и говорит Елисею, 4 царств, 6 глава, 16 стишок, Елисей ему говорит, сказал он, не бойся, потому что тех, которых с нами больше, нежели тех, которые с ними. Я понимаю, что когда пророк говорил, это Елисей говорил своему слуге, он не понимал, где это наши, никого он не видел. Он только видел вот это полчища огромное, сирийцев, и там были большие колесницы, множество коней. Но тут такой момент, в 17 стишке говорит Елисей, помолился Елисей и говорит, Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел. И открыл Господь глаза слуге, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями, колесницами, огненными, кругом Елисея. Представьте, какое откровение он увидел. Я просто, от меня аж мурашки по телу идут, я когда представляю, что этот слуга увидел огненные колесницы и кругом Елисея, и на конях, и я представляю, как это могущественно, сильно выглядело. И когда он увидел этот духовный мир, это было что-то великое. И дальше я хочу читать уже в Новом Завете, что Иисус говорит про многих людей. Матфея, Он говорит такие слова. Я хочу прочитать. Матфея 13 глава, 14 стишок. Избывается над ними пророчество Исаии, который говорит, слухом услышите, не уразумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите. Ибо огрубело сердце людей этих, и ушами с трудом слышат, и глазами, глаза свои сомкнули, и да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не уразумеет сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их. Ваши же блаженны глаза, что видят, и уши, что слышат. Такие вот слова. То есть Христос был вокруг людей умных, вокруг людей, у которых уже считалось, что открытые глаза. Они много понимали, они много читали из Старого Завета, они много чего должны были понимать. В том же Старом Завете все говорилось о Христе, все говорилось о Его пришествии, все там было ясно и понятно, но для этих людей, хотя они имели уши и глаза, для них это было закрыто. И Бог говорит, что Он у них и не откроется, и не уразумеет они сердцем. Чтобы уразуметь сердцем, нужно глазами увидеть и ушами услышать. Эти люди слышали самого Христа. Они чувствовали, что Он пришел от Бога, но они не соглашались, потому что Он говорил против них, и поэтому они закрывали сами себя. Сегодня, знаете, может такая же картина быть среди нас. Сегодня люди могут ходить в собрание, могут слышать Слово Божие, но им может оно не нравиться, потому что будет говорить против них. И они будут как бы сомкнуть свои глаза, смыкать свои глаза, и стараться не понимать, не слышать и не видеть. И мне очень жалко этих людей. И я раньше думал, что это некоторые люди. Но я хочу просто сегодня порассуждать об одном месте Писания, где просто апостол Павел. Я глубоко уважаю этого человека, потому что он был очень умный и очень много понимал, и Бог подавал ему большие откровения. Поэтому я хотел бы, чтобы мы внимательно сейчас обратились к Слову Божию. Что Павел говорит? Именно о ушах, о том, о чем он пишет. Это к Ефесянам. В первой главе я хочу просто прочитать несколько мест. Павел, он сильно обрадовался, когда услышал, что Ефесяне, они пришли к Богу. И он пишет такие слова. Первая глава, седьмой стих. Я просто так выробочно буду читать. «В котором вы, имея искупление кровью Его, прощения грехов, по богатству благодати Его, которую Он при избытке даровал вам во всякой премудрости и разумении, открыв вам тайну Своей воли по Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить над главой Христом». То есть он говорит, что тайна, которую многие не понимали, сегодня открылось этим Ефесянам, что Бог, Иисус Христ, Отец, Он послал Сына Своего, и Он умер за людей, чтобы соединить небесное и земное. То есть небесное раньше было Богу все подвержено, Бог там царствовал, но земное, земное принадлежало Сатане. Но когда Христос победил, когда Он умер, когда Он пролил Свою кровь и воскрес, то Он стал во главе всего. И теперь Он, самый главный, Он теперь сидит в Одесную Отца, и Он правит и землей, и небом. И это соединение произошло. И это было тайно открыто Ефесянам. И дальше тут написано такое, кто они стали. «В нем и вы сделались наследниками, бывшими предназначены к тому по определению совершающего все по повалению воли своей, дабы послужить к похвале славы Его, которым ранее уповали на Христа. В нем вы, услышавшие слово истины, благовествования нашего, вашего спасения, уверовавшие в Него, запечатлены обитованным Святым Духом». То есть, Он говорит, дальше написано, «Который есть долог наследия нашего для искупления у дела Его, похвалу и славу Его». Он говорит, что им было проповедано Слово Божие, истина, и они получили спасение, уверовали в Иисуса Христа и запечатлены Духом Святым. Представляете, какая прекрасная, что с ними произошло. Это очень хорошо все, все, что нужно человеку. Они получили. И тут Он дальше что-то пишет им, что-то очень важное. Он говорит такие слова, «Поэтому я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса, о любви ко всем святым, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая о вас в молитвах». Представьте, они люди, они уже послужились какой-то... Он узнал, что они любят всех святых. Он понимает, что у них есть вера в Иисуса Христа, живая, настоящая. Он радуется за них. Написано, что «Я очень благодарю Бога за вас. Я очень рад, что у вас есть вера. Я очень рад, что у вас есть любовь ко всем святым». Это очень прекрасно, очень хорошо. Он обращает на это внимание. Но после этого всего Он пишет им что-то дальше. И я хочу почитать, что... «И теперь он непрестанно благодарю Бога за вас, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам Духа премудрости и откровения по знанию Его и просветил глаза сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в вас, верующих, подействует державность славой Его, какое Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную себя на небесах». Там дальше я буду... Там написано, что и нас Он уже посадил на небесах. Открываются великие такие могущественные вещи. И вот смотрите, я просто хочу как бы здраво объяснить, что он пишет. После того, когда люди приняли Христа, как и мы с вами, после того, как мы уверовали во Христа, как и мы с вами, после того, как Дух Святой живет в нас, это очень прекрасно, потому что Духи Святом – это река воды живой, это источник живой воды. Написано, что она течет, она приведет нас во спасение, в новую жизнь, там на небо. Это очень прекрасно, рождение свыше, все. Но теперь он просит что-то еще, каких-то странных, как бы по-человечески, духов, духов мудрости, Дух мудрости, Дух откровения. И чтобы Бог просветил глаза сердца нашего, вашего, моего. Это к нам так же относится. Дорогие друзья, я смотрю, что многие люди, они как бы получил спасение, получив веру в Бога, они мало понимают, тут написано дальше, я просто как бы сокращаю, написано, что мы призваны на добрые дела. Он им и говорит об этом, что вы призваны на добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. То есть человек, когда получает спасение, получает от Бога Духа Святого, он как-то останавливается. Он думает, что ну вот теперь буду жить, как бы своей жизнью, как я раньше жил, но только буду переставать грешить, буду делать не то, не то. Но самого главного не понимает, что у Бога есть для него еще больше, что открылся духовный мир. Бог может открыть ему духовные вещи, потому что Бог для того и умер, для того и воскрес, чтобы мы не остановились, чтобы мы, как написано, безмерно величие могущества Его в нас. В нас могущество Бога. В нас Бог вселил такую силу воскресения, которую Он, Отец Его воскресил. В нас самих Бог вложил богатство. Написано тут, что богатство в нас есть. Внутри себя написано, что уже вот это небесное внутри нас есть. Царство Небесное внутри нас. Это трудно понять. Это трудно понять, если Бог не откроет наши очи, если Бог не просветит глаза сердца нашего. Мы этого и не поймем. Вы знаете, я так слышал много раз, что Лукавый, он сильно радуется, что люди, христиане, они не понимают, насколько в них сила внутри. Они не понимают, насколько Бог их благословил. И они как бы не верят, что внутри нас есть что-то такое особенное. И они ведут себя, как будто не знающие Бога. Как от силы отрекшиеся. Хотя сила, она великая. Бог дал нам очень много. Богатство написано. Но мы как бы не понимаем, почему. Потому что нет мудрости, нет откровения к познанию Бога. И не хватает этого. Написано, без откровения народ гибнет. Нет, написано, многие из вас болеют и умирают. Это все из-за того, что человек, после того, когда крестил Бог Духом Святым, получил он веру, даже имеет любовь к святым, написано. Но Павел очень сильно беспокоится об этих людях. Зачем? Ему нужны были такие же, как он. Ему нужны были люди, которые бы имели полноту откровения, которые бы могли вместе с ним подвязаться и вместе с ним идти туда, куда его Бог поведет. Ему нужны были соработники. Ему не просто нужны были там спасенные христиане. Но он болился о них, потому что он увидел, что в них может быть открыться еще что-то больше. И я вот, смотрите, дорогие друзья, смотрю на нас. Это обращение сегодня к нам. Не останавливайтесь на том, что вы уже имеете, чего вы достигли. Может, вы сидите на одном месте уже 40 лет или 20. Это не важно. Я верю, что мы должны молиться друг за друга. Вот мы недавно сейчас уезжаем. И я знаю, что мы куда поедем, в Мексику туда, мы сами ничего не сделаем. Но если братья-сестры, как вот Павел молился об этих Ефесянах, я верю, что Бог открывал Ефесянам потом. По молитве Павла. И я знаю, по молитве церкви, Бог может делать многое, если мы будем друг за друга в любви молиться и будем соработники. Если кто-то из нас куда-то идет проповедовать или где-то Бог его посылает, мы должны быть как одно. Мы должны сопереживать. Мы должны сострадать. Вы знаете, я не хочу много говорить. Нам там дали бумаги целые. Пришлось заполнять бумаги. Дали нам разрешение проповедовать на улице двухмиллионного города. Мы будем в четверг проповедовать. Я знаю, что будет молитва в четверг и в среду. И нам нужно, чтобы Бог был с нами. Потому что мы просто будем людям проповедовать, которые ходят на улице. Это на другом языке. И нам просто по-человечески это трудно. Но Бог, Он силен. Коснуться их иных сердец. Бог, Он силен. Вы знаете, Он вложил в нас эту силу. Я помню, не буду хвалиться, в прошлый раз мы проповедовали. И кто был свидетелем, что люди стали останавливаться. Мы раздали очень много Библии. Люди плакали. И говорили, сегодня мы заключаем завет с Богом. Сегодня мы хотим служить Богу. Что это сделал в них? Кто это сделал в них? Они говорили, что часто мы слышим здесь проповедь. Там такой сквер. Там церковь справа, церковь слева. Они сами говорили, мы им давали микрофон. И они говорили, да, мы часто здесь ходим. Но вот сегодня что-то коснулось нас. Сегодня что-то другое. Мы хотим сегодня... Они плакали, плакали, плакали. И они принимали Иисуса Христа. Кто это сделал, дорогие друзья? Это Бог, который в нас сделал. Это тот Бог, который мы служим. Это Он по нашим молитвам, дорогие друзья, делает. Не только какой-то человек, но настоящий живой Бог. И я верю, что мы вот едем туда не напрасно. Мы собирали множество там вещей. Еще собираем. Там у нас был поломанный автобус. Мы затратили много денег. Мыши съели его, проводку съели. Но Бог вступился. Мы нашли все причины. И теперь трейлер купили. Подсоединяем этот трейлер. Мы день и ночь трудимся над этим. Я верю, что этот труд не напрасен, дорогие друзья. Я верю, что это у Бога какая-то цель. Мы ее, может, не видим. Кто-то здесь сидит и не видит. У него закрыты глаза. У него, может, закрыты глаза, и он говорит, это не нужно, потому что он привык смотреть простыми глазами. Но Бог может открыть наши глаза. И если это будет, то будет очень хорошо. Когда у нас будут открыты глаза на то, что это дело Божье, на то, что нужно это подвязаться, на то, что это Бог делает, а не человек. Да благословит нас Господь. Давайте помолимся об этом.